доброе утро начало 7 15 апреля оттуда солнышко встает надо мне уже вставать ночь спала замечательно если не считать странных огоньков которые появились ночью я была честно ошарашена я настолько была ошарашена этими огоньками к сожалению я не могла их снять и не могу даже воспроизвести что это было единственное чем я себя утешила что это могли быть светлячки своего рода светлячки потому что по-другому это назвать нельзя но их было так много и они перемещались эти светлячки если честно я поначалу подумала что меня окружили инопланетяне у меня такой страх был реальный такой был страх я думаю сейчас я заведу машину и уеду а потом смотрю никто меня не трогает что будет то будет и осталось начинать это было что-то эти светляки это было что-то пугающее действительно вот уже почти 7 часов утра в самом разгаре восход а мне даже вставать не хочется пока не хочется так хорошо лежу смотрю а лежу смотрю видео которое загрузила про медведя как интересно надо такое встретиться мне ой что ли что ли совсем не видно вообще темно вижу вот вижу вижу руку свою вижу а вот вижу вижу вот он нос вижу руку вот он рот вижу 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 а что так а что так сильно близко без 9 я работал где-то часов наверное где-то до часа где-то в час ночи его выключила потому что уже прохладно стало я легла зашла в машину было 29 градусов тепла и у меня только вот там вот чуть-чуть приподнят люк капельку поэтому было чуть-чуть жарковато я включила этот ой ой как хорошо поделиться ой ой мамочка каждая косточка похрустывает ой как хорошо господи ой как хорошо боже да как же хорошо а вот она жизнь ой 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 ну что встаем идем зубки чистить туалет вот он рядышком совсем ой как хорошо боже как хорошо жизнь не понимает где-то солнышко потерялось за точками спряталась все я уже встала я уже оделась сейчас я буду убирать свою постельку сбегала проверил будем говорить кофе хорошо боже какие джунгли кругом красиво божечки проснуться в такой красоте что еще нужно самая мечтательная мечта проснуться в джунглях вот вчера ночью когда я увидела под эти вот огоньки светящиеся и потом вспомнила про медведя думаю надо вытащить мощным фонарик у меня есть мелочка подарила вот тут я его держу я его достала дома как живо включать его ни разу в жизни не включала ой какой яркий я спала снимал возле меня всю ночь мы если вдруг мишка надумает ко мне постучаться в окошко я его быстренько ослеплю этим ярким светом ну так я побоялась наверное ну 20 минут а у меня было такое состояние как вот если я в кучу собрать не могла эти огоньки меня реально напугали то что напугали меня сбили с толку не могла понять что то такое я сначала думала какой-то фейерверк отовсюду вот вот прям вот кругом вот они реки бегающие прям яркие такие огни и так много думаю что это окружили окружили инопланетяне это первая мысль которая пришла в голову поворачиваю голову сюда а тут тоже все в этих огнях по всей видимости все таки я нашла одно единственное оправдание объяснение что это были светлячки ну как почему они так двигались обычно светлячки сидят но наши светлячки до светки сидят на месте просто мигают а дети двигались и конечно у меня было состояние такое очумевшие конечно я если честно ну да не то чтобы струхнуло но так мне было как-то сразу мне вот я вспомнила все что я знаю про инопланетян что они воровали людей то что только и у меня сразу как нахлынуло на меня такое что то мы все у меня сейчас не сейчас украдут и все а потом и уже реально хотела хотела выходить из машины садиться с руль и уехать ночью а потом да что ты ну что ты это ты это ты которая ничего не боится ты говоришь а ты ничего не боишься я действительно ничего не боюсь но вот было такое на душе было чуть-чуть вот двадцать минут нет двадцать минут я не боялась на минут 10 точно так я побоялась да пошли вы все нафиг легла и как задрыхла ай как задрыхла боже я так хорошо спала не хочется вставать если честно как я люблю вот эту вот жизнь как я люблю когда у меня меняется перед глазами каждый день вид когда ты живешь дома тебе да классно дома хорно каждый день одно и то же даже если я вышла из дома я пошла в тот же самый магазин который всегда хожу там еще куда-то например на на этаже рутина вот этот вот рутинный маршрут всегда одно и то же и когда я в машине сплю у меня каждую минуту меняется передо мной вид у меня каждый раз мы видят что-то другое и не так я и я чувствую себя абсолютно счастлива из этого вчера ехала по флориде до флорида это пальмы это это джунгли это ну как бы ну своеобразная такая да растительность и вдруг я еду еду смотрю наши такие тоненькие такие длинненькие такие высокие 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 такие сосеночки прямо лес этих сосеночек с этой стороны наш лес а с этой стороны от дороги висят вот такие вот апельсины апельсиновые сады пошли тут еду мишку встретила еду еду громадный медведь у меня на дороге стоит и такой смотрит на меня бежит потряхивается им животом бежит прям меня вообще не боится смысле машину не боится бежит оглядывается останавливается смотрит на меня ты чё делаешь мои холодильник потом я приехала сюда в эти джунгли 1 вообще никого нет да немножко было такое что-то вышла вечером погулять слышу хрюкает рядышком прямо хрюкает аллигатор они когда спариваются там никогда не между собой общается не они хрюкают какие у них хрюки такие такие обрыв обрывчатые иногда они просто вот орут ну тоже такой получается крик такой понятно аллигаторский по-другому с другими не могу сравнить и вот я просыпаюсь утром боже мой темно смотрю чуть-чуть хорошо и все я уж больше не спала вот я валяюсь это видео записала выставила какие-то видео почитала как почитала комментарии посмотрела что-то у меня на фейсбуке творится может как хорошо господи я такую жизнь на что никогда не поменяю никогда не про меня эту жизнь на жизнь в доме да я буду жить в доме я сегодня приеду домой я посмотрела начинаются дожди во флориде три или четыре дня будет похолодание опять будут дожди прям несколько дней подряд видимо будет затянуто все небо то есть ну как бы но что мне не сидеть же мне под дождем холодный источник я не полезу под дождем я вчера при солнце вчера было 32 градуса источник холодный источник 21 градус заходишь все таки заходят потому что тепло 32 градуса по цельсию и ты заходишь в эту в холодную воду а потом тело быстро привыкает мгновенно конечно ну такое подмерзание немножко есть я так чуть-чуть подмерзала выходила обошла все эти трейлы обошла нашла вот это кипящие источники боже какая красота пасеком по этой тропинке ушла наверное километра на полтора в джунгли до конца этого трака а тут сегодня есть тоже двух двухмильный трак я на него трак трейл трейл господи прошу прощения 2 миль это три километра три с копейками километра сегодня туда пойду на в тапочках понятное дело потому что там не приходилось там шишки какие-то были там корни были я за не зацеплялась мышка ножки повредила себе я надеюсь что и не встречи медведя я когда я вчера шла ну как бы нормально но когда я встретила медведя я поняла что вот такой вот я когда-то встречала медведи рассказывал я тоже также шла по поводу по деревянному настилу на рок-спрингсе в флориде и за поворотиком выхожу спокойненько за поворотик он вот тут стоит такой же медведя как закричала я просто ну ну эта реакция была естественная думаю что но есть удивительно если кто-то не закричал хотя вроде как я не трусиха а девчонки сзади шли танюшка с гали это было много лет назад и ну что ж ты закричала не дала на него посмотреть вы девочки это было это было непроизвольно как крик вырвался непроизвольно ну и конечно конечно он тяганул в лес убежал вот этом вчера у меня была вторая встреча с медведем ну когда я была в машине а он бежал впереди и вообще так оглядывался так такой трусой прям вообще типа знаете как собачка тебя встречает возле дома игре то пошли пошли бежит бежит впереди тебя вот так вот вчера медведь меня как ну как будто бы он мой пэт как будто он моё домашнее животное при встречал меня так потрушивался так жопка такая трусится такой хорошенький но такой прям ну медведь медведь это медведь я вчера когда ходила ушла далеко по этому трейлу там тоже реально могла встретить медведя как-то даже об этом не подумала а сегодня я пойду мне надо с собой взять свисток благо что я купила свисток вообще такие моменты конечно надо брать что-то такое потому что ну тут не исключено не исключено появление и медведя и рыси большие у нас тут есть что пойдем сегодня как хорошо господи так как же хорошо ну вот уже солнышко вышло а я все валяюсь все смотрю он белочка пришла куколка моя ну что пора кофе варить вставай страна огромная вставай трам пам 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 боже как хорошо господи так как же хорошо мне я хотела с утра выпить кофе и уехать птичка какая аптечка это называется на дятел вот это вот дятел красавчик и потом то чем не куда-то торопиться я на этот источник успею целый день я сейчас здесь аккуратненько здесь расстелюсь на вот этом столике поставлю себе поставлю сюда печечку закипячу воду сварю себе вкусный кофе потом пойду погуляю немножечко пройдусь вот там отнимать мимо посмотрела тех домиков где люди там поставили себе там несколько кемберов тоже там такое место красивое а потом приду приготовить приготовлю себе вкусный завтрак и потом уже поеду на источник источник пять минут отсюда ехать но 10 можно какая красота можно какая красота и спать вот в это вот чуде чтобы открыть окно и чтобы ко мне не попадали сюда не заползали никакие мушки мурашки и москиты я вот засунула сюда кусочек этой сетки москитной я буду дома сегодня я отрежу чтобы она не была такая длинная чтобы она вот так вот у меня покрывалась и даже думаю взять ее вот тут пришить сюда строчить молнию и навсегда поставить молнию раз открыл что молния нужно чтобы закрыть вот этот вот верх потому что иначе что-то друг руку можно было просунуть так что вот так вот меня москитная сетка защищала хотя возможно здесь не было ни одного комарика очень возможно но на всякий случай все-таки джунгли ну что открываемся где мои ключи у меня все всегда должно быть под руками у меня все всегда должно быть на одном месте иначе я потом запутаюсь и не найду открываемся открываемся здравствуй утро здравствуй солнце ой как хорошо сейчас не надо шортики переодеть я в этих шортиках спала специально такие мягенькие мне надо одеть вот такие вот шортики настоящие занесла вчера сюда с ногами грязючку боже как хорошо купальник мой высох я надеюсь за ночь почти не совсем но почти до так вот туалет мужской женский запахов нет совершенно никаких хотя там сточная канава чем-то они поливают вот это руки чтобы про промыть себе вот такая штучка и туалетная бумага чистенько аккуратненько запаха туалета вы тут не услышите пахнет цветами что-то они добавляют такое цветочное просто заходишь такой сильный запах цветочный что радует берскен би денджерис до медведи могут быть очень опасными ну да понятное дело да да особенно если мама бер это конечно вообще если у нас с этим с малышами тогда да короче тут надо ходить какой-то палкой или я не знаю с чем-то на всякий случай есть такие специальные вещи которыми отпугивают медведей свисток забыла взять опять же пошла и забыла взять свисток на шею повесить пусть висит ты посмотри летает у меня вчера летал я только выходила такой большой как слепень такая вот громадная муха такая наказа садится и кусается очень сильно я когда бываю на источниках бывает иногда подлетать прям садится на голову такой противный такой нуднючий так достаю свою печку я сегодня ночью как я уже сказала вечером вчера было очень достаточно тепло жарковато было я залезла в машину когда было 29 градусов тепла outside уже было темно и было 29 градусов днем было 32 и вот я залезла чувствую мне жарко я включила вентилятор и нормально как бы спала потом час ночи я чувствую что мне стало прохладно потому что ночью было 19 градусов всего лишь 19 и вот я сейчас хожу и не прохладно по рукам на ночь я знала что будет холодно ночью думаю если я замерзну я одену мне не пригодилось я простынкой укрывалась и не замерзну что мы теперь делаем мы теперь делаем диван я сейчас соберу ай как красиво да какие же у меня красивые маки и и вот из матрасика у меня получился диванчик благо что он у меня с одной стороны как бы прошить так что его можно складывать так все все я несколько раз порвалась купить себе новый диванчик сюда такой который стране складывать это только с одну подушка складывается чуть-чуть поуже хотела взять а потом думаю зачем тебе тратить деньги ну что за манера дурацкая все время тратить деньги есть хорошие есть уже все есть нет нет не надо другой опять другой и сердечко вот так вот выглядит мой номерочек это надо было положить между но уже думаю я буду все теперь все это переделывать так пошли открываем ту сторону одела одела на что такое не то а дело ну главное что дело остальное ерунда правильно купальник почти сухой закрываем эту часть моего пятизвездочного отеля открываем другую часть только что выходила из кролик сидел такой громадный серый или зайчик как его назвать пока побежала за камерой он убежал так а теперь достаем плитку полотенце ты еще немножко повисит еще чуть-чуть сыровато после вчера после вчерашних купаний но правильно пока не обваляешь так что сейчас около семи часов и я как я сказала хотела с утра ехать на источник не поеду с утра я сейчас посижу здесь я же говорю пойду сейчас попью кофе ёлочка потом пойду погуляю туда погуляю далеко туда пойду а потом приготовлю себе завтрак и так достаю печку работаем 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 включаем включаем газ пошел буду набираем горит горит сахар положила это вот у меня только металлический заборчик чтобы его ставить вокруг печки чтобы защищал от ветра но ветра сейчас нет поэтому я им даже пользоваться не стала я взяла с собой три печенья овсяных одну вафельку и вот купила такие интересные с орегано кракерсы весь оливки на орегано оливки и орегано потом надо нагулять пойти аппетит пойдем прогуляемся со свистком пойдем все время хочу взять с собой уголь у меня дома лежат три мешка или четыре мешка угля и на то надо опять же вчера забыла холодильник дома взять это надо взять какое-то мясо рыбу и решеточку такую чтобы жарить хотя можно положить сюда прям на эту решетку но она мелкая очень нет если рыба она провалится вся мясо до сюда можно положить и поджарить все будут говорить вот грязно для в том что когда вот это все горит в огне это ничего тут грязи никакой не остается чтобы тут не было всяком случае какашками намазано не было поэтому люди которые такие брезглибе любых которые хотят сказать какие они чисто плюясь и на самом деле чернороты может быть у вас чисто вокруг вас но во рту у вас и в голове у вас черен грязь все надо не дать ему только закипеть только только закипает сразу выключаем пеночка замечательно пахнет на весь лес на все джунгли кто хочет кофе ко мне и так время хорошего крепкого завтрака божественная и шинка божественная пюре шичко пюре у меня вот вот она у я разбавляю его горячей водой кипятком и прямо супер-пупер-пупер и вот у меня сейчас будет яичница и пюре ну и кофею чек понятное дело и поехали плавать загорать и кайфовать от этой шикарно на голове я упала сама слова тормозила голову и так у меня тут пюре тут у меня пюре и яйца я сюда же все это это условия походные поэтому тут не до тарелок у меня правда есть тарелки одноразовые но это целое дело их искать доставать зачем если я я человек не гордый я вот сложила все вместе перемешаю сейчас и вкуснятина где яйцо и тут же у меня и пюре будет о 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 и машинка уже 12 час я все еще здесь и не хочу я не могу отсюда уехать так как водоросе поднимается . затягивает небо и такое ощущение как будто бы сейчас пойдет тушь как я люблю вот эти вот спаниш мост вот эти вот висюльки на деревьях боже как они красиво смотрятся фантастически просто какой-то вид придают деревьям кто смотрел фильм аватар вот это как раз таки оттуда и вот танцы это кемпинги видимо люди здесь живут тут можно останавливаться на 14 дней в этом кемпинге больше нельзя надо выехать и потом снова так только пишется что нельзя на самом деле наверное если очень хочется то можно тропинка повела к озеру тоже что-то цветет не знаю что это за за деревце кайфовое такое место ой собачка нюня нюня ты же мимо меня сегодня проходила он с собачками у меня сегодня проходила с мужчинкой боже как красиво и Привет. Привет. Как ты? Пегги. Пегги. Привет. Пошли с меня. Привет. Она любит меня. Ты любишь меня? Да? Ты любишь меня? Да? Да, вот он тут за 5 долларов в день живет. Это получается 150 долларов в месяц. Ищет замечательный. Причем тут люди сами платят. Тут никого нет, никакой пассы, ничего. То есть все полагается на, ну, как бы на американскую вот тут уже местечко можно было остановиться, на американскую сознательность. Вот так можно сказать. Вот еще сколько мест для паркинга. Вот тоже местечко хорошее такое. Замечательное место, просто замечательное место. это сюда приехать с семьей на несколько дней. Получить удовольствие от единения с природой. Рядышком этот шикарный просто источник потрясающий. И сюда приезжать ночевать. Вау! Шашлыками. С какими-то другими там, я не знаю, кому шашлыки, кому мясо, кому бивные, кому что. Там тоже кто-то живет в палатке. Видимо, на машинке куда-то уехали, а там палатка осталась. А там что такое? Ноу-паркин и не тайм. А я пойду посмотрю, что же там такое. Здорово. Как здорово. Вот туда можно пойти по трейлу. Кто эта летучая мышь? Что такое? Для кого это? Построен такой домик. Они не слепые, нет. Некоторые весят только 2 грамма. Хо-хо-хо-хо-хо. Вот это да. И вот не боятся же люди спать в палатках. Я смотрю, там у них стол расставлен. Ну, в смысле, стоит деревянный стол большой. Там у них клеенкой накрытая стоят какие-то продукты. И вот они ушли. И вот не боятся же они спать в палатке, потому что, ну, тут реально может прийти медведь. Ну, как-то вот люди ничего. Если они такие смелые, то мне в машине вообще одну добудем. Все, поехали. Он сказал, поехали. И смахнул рукой. Мишанька, ты где? И вот я буду 5 миль ехать по такой дороге. Поехали, поехали, поехали. Я поставила на слоумоушен. И вот за 30 секунд мы доедем до самого доисточника. Крастина! Красота! Птица поет! А дорога серая лентой вьется. Тарарарарара! Тарарарарара! Пиво-билет! Итак, ровно через час. Сейчас половина второго, половину третьего начнется, сюда придет сильнейший шестер. Где буду пересиживать, не знаю. Ах, холодная. Ах, холодная. Пошли. Ой. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо, божечки мои. Сейчас, сейчас, сейчас. Пойдем по бережку, по бережку. И я поплыву вот туда, в самую красоту. С другой стороны сниму этих рыбок. На рыбок налюбоваться не могу. Я просто ныряю, на них смотрю и просто налюбоваться не могу. Ой, холодно. Пошли, ныряем. Ой. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Два, два, три Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... То есть я не могу подплыть к тому месту... Продолжение следует... Вон как вода движется... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...